всем привет ребят вы на канале из game time с вами я макс фокс так значит посмотрел я вот в геймпассе игра есть такая кола фс то есть зов море переводится от относительно молодой компании испанской и вот как бы вроде как дебют их в их портфолио вроде как первая игра и вполне успешная игра от первого лица ну приключения с головоломками так вот совместили такой вот жанр так первый раз я включил ее вот скачал нашел ее в геймпассе есть она вот скачал решил посмотреть так новая игра параметры так давайте посмотрим сразу параметры по аудио по аудио общая громкость сразу убавим сделаем вот так чтобы меня было слышно музыка так диалоги музыка ну соответственно диалоги я пусть так звуки природы говорят очень тут ну то есть читал и пишут что птички все вот этого джунгли так ну ну давайте вот так что на половину сделаем общую громкость так по графике так ползунок яркость пока изображение центре не станет еле различима так вон учит мне кажется темного или различимы и тут так нет давайте вот так вот оставим так применить размытость а зачем нам размытость не надо наверное так по яркости ладно не будем катать вату вот эту вот он так не применяет а почему он не применяет настройки ну и ладно я думаю потом можно будет это все сделать так параметра тара сменить профиль от не будем значит новая игра язык русские субтитры начать новую игру захожу то есть соответственно только скачал первый раз будем смотреть вроде как обещают то что порадует такой мультяшный хорошей графикой красочной картинкой играем я в 4к но карта видео захвата так чуть-чуть что-то не пальцы непонятное пишут через карту видео захвата вот в 4к она конечно не передает ну и youtube не как бы не и перед не передаст так пролог семейные наследия плывем где где я игра нам рассказывает о девушке норе вот у нее какой-то загадочный недуг он блин так ну что и куда куда плыть то так но это я вниз понимает обла вот и врачи не могут ей помочь ну муж с этим не стал мириться и в общем отправился в путешествие для нее и соответственно это значит действие происходит в тридцатые годы двадцатого века муж не стал с этим мириться отправился в путешествие связь между ними да что то я чуть заблудился ёлки-палки и что же делать ну и куда же тебе плыть и куда же тебе плыть мы видим сюда наверное плыть не знаю как это же дно так кнопки у меня ничего не делают шифты пока ничего не делают значит только сосцами я управляю то есть стиками вот и значит однажды ей письмо не пришло а пришло ну то есть карта или записка с места нахождения вот загадочного острова вот этого вот и она отправилась да что то но я чё что так и буду что ль тупить я не пойму чё делать значит вверх она не поднимается во блин счета счет управление какое-то если увидели мы солнышко наконец-то ну сейчас разберемся так вот вот этот вот остров в тихом океане недалеко от таити ну и в общем она недолго думая отправилась на поиски возлюбленного вот начинается игра то есть сюжет я вкратце описал и смотрим разработчик out of blue games вот испанская молодая компания вышла игра относительно недавно значит она вышла 8 декабря двадцатого года нифига блин думал выбрался на хер тебе выбрался ни хера ты не выбрался все так просто уперся куда-то но не выбрался блин не знаю пишет ну и что уже уж и понимаю еще выплывать будешь ребят она мечет не плывет так может быть что-то но нету жму все подряд блин выплывай чуть еще ты хочешь то ну тут вот эти загадки головоломки блин может быть и в этом дело что это водоросли какие-то так это я обратно куда-то в пучину блин я так понимаю вот у нас но на свет же надо же на свет да не на свет не хочет она плыть туда на свет или в счет упираюсь я елки-палки вот это да заморочка сейчас затянем время с вами не понимаю но это грустно на самом деле да ты утонул давным-давно блин девочка нора ну значит не сюда куда плыву ага то так интересно ну да красиво так вот какие то развалины ступеньки может быть сюда куда то ну конечно динамики то маловато я так скажу мне не знакомо это место я уже а знакомо это место я уже была здесь фигула ты аквалангист блин дайвер я была здесь всю свою жизнь за заперта как в ловушке так сделать я ничего не могу может быть сон какой-то лестница я опять карабкаюсь по лестницам ну нет что то у нас не получается значит видимо здесь нам и надо мне нужно выбраться голоса они зовут меня какие то шкафы плавают ага моя старая музыкальная шкатулка она сломана мне нужно ее починить нужно найти ее нужно ну сон я говорю сон очередной кошмар с тех пор как моя матушка умерла оставив мне эту шкатулку редкой ночи обходится без них Гарри всегда говорил что мое странное наследство как то связано с болезнью терзающей нашу семью Гарри это вот как раз супруг ее муж если врачи не могут найти для нас лекарства я сделаю это сама сказал ты а я сделаю это сам сказал ты похоже ты сам потерялся где-то пока искал его не думаю что когда нибудь смогу прошу прощения мадам на остров но остров уже введен мы спустим лодку через минуту о большое спасибо капитан Ходжсон Ходжсон ну получается на корабле она и плот ладно пора собирать вещи какие вещи на остров ну да вечернее платье как раз самое то так действие действие а у нас боже у меня дырявая память я опять забыл код слава богу я всегда беру с собой дневник чтобы все записывать так хорошо дневник я так понимаю нам нужен дневник видимо вот он 1934 удивительные приключения норы оверхард предварительницы искусств нажмите чтобы открыть дневник так y значит мемуары о моем выдающемся путешествие нора запомни это число 506 506 ну соответственно это так листать страницы листать разделы журнал наконец-то я на таити найди информацию об экспедиции гарри оказалось простой задачей я должно быть обошла весь папа это расспрашивая ней но похоже никто ничего не знает что же до того место место примерно в 74 милях к востоку от таити некоторые местные жители упоминали что там есть остров но больше ничего о нем не говорят кажется они считают его проклятым я познакомился с английским моряком капитаном ходж саном он знал некоторых членов экипажа китобойного судна леди шаннан судя по всему этот корабль доставил американскую экспедицию на остров к востоку от таити по словам хочется на прошло уже несколько месяцев с тех пор как он последний раз видел леди шаннан или кого-то из экипажа как и всякий хороший моряк капитан суеверен я что с ума сошел я не собираюсь рисковать жизнь своей команды отправляясь на этот проклятый остров но тем более с бабой на борту 4 ноября 1934 года после трех дней упрашивание мне удалось убедить капитана хочется на отвезти меня на остров берегите деньги миссис эверхард достаточно награды будет если вы от меня отцепитесь кажется у этого воршливого старого моряка доброе и нежное сердце ну видимо старый моряк это вот на фотографии вот этот вот мужичок седовласый усатый так журнал по заметкам ну тут по заметкам а листать страницу у нас не можем по журналу тоже ой боже мой но тут тут мы с вами будем очень долго считать читать это все давайте уже начнем посмотрим так 506 так вот так вот так значит это что странный острый артефакт попал ко мне в дом в посылке так но фотография гарри верх от мой муж мой напарник и мой сердечный друг найди его и карта или вот нет картинка в одном из своих тревожных снов я нарисовала его внука я нарисовал его как только проснулась хорошо вот кстати можно субтитры можно включать еще раз ну просто музыка играется мне нравится эта песня так перчаточки ну да у нее руки вон в каких-то все полиши на рубля но и значит надо прикрыть руки когда буду выходить из каюты не хочу чтобы кто-нибудь короче не наверно не хочет что вы видели доставили на дом очень странную посылку я сложил все ее содержимое чемодам и заперла его нори эверхат папа это таите одна посылка 10 9 то есть 10 сентября получается 1934 год до 4 год доставлена ну так тут что думаю проведя так много времени за чтением этой книги я кое-что узнал о культе полинезии молодая как а молодец какая блин просвещается я всегда мечтал о путешествиях хотя без тебя гарри это все не то ну блин это такое все как бы в курс просто вводит в курс кажется с багажом я переборщила да по-любому куда нафиг ты набрала все вот эту приблуду ну все наверное пошли не нужно собрать оставшиеся вещи так ночью тебе надо счета счет еще значит я не нашел хорошо что я теперь могу ходить без нее то есть без клюшки она может ходить тут что у нас это конечно не старинная большая ванна но нельзя же всегда получать именно то о чем мечтаешь или о чем думаешь так кажется это переводится как чудеса южных морей ноябрь 1934 ну и что тебе нужно еще платьево зацепи ну да по-любому чем я только думал когда брала все эти платья в поездку не знаю чем то думала на этом смотрели что еще не посмотрел я вот игра от первого лица не знаю не очень как-то елата от первого лица не шутеры и как бы мне вот больше от третьего ну посмотрим сейчас хотя бы ночью тебе еще то вот не понимаю ртлт на некоторых предметах информация спрятана с обратной стороны вращайте предмет чтобы увидеть и елки-палки вот что вот латунные ключи с выгравированы на нем буквами к и в но или б что-то 74 мили горит мой муж мой напарник так вы подобрать подобрали ну теперь наверное же все все готово мадам моторная лодка ждет вас ладно нора отныне ты сама по себе отчаянная мадам на остров сама по себе к бедуинам куда-то блин опускайте моторку и поосторожней но нет бедуина не в пустынях мы вернемся за вами через три дня очень надеюсь что вы найдете своего мужа мадам я надеюсь до встречи через три дня анрил энджейн и пожалуйста будьте осторожны этом острове вы же знаете что о нем так постараюсь спасибо капитан хочется вы же знаете о чем говорят о нем говорят 74 мили к востоку от отдыха это но это что было написано на обороте фотографии вот я и здесь посреди океана после путешествий через пол миль мира всего в нескольких милях от того места ну короче блин опять ты уехал год назад чтобы найти лекарства от моего недуга твои письма поддерживали связь между нами но внезапно они перестали приходить что случилось сердечный друг и что же ты нашел чтобы это ни было она заставила тебя за фрахтовать корабль и отплыть из сан-франциско на таити а оттуда сюда на остров посреди тихого океана название которую местные жители боятся даже произносить о боже мой но я читал ужастиков тут никаких не будет все знакомо все так знакомо это просто невероятно это тот самый остров который мне снился а ну то есть я снился вот этот это это не может быть кол офисы а зов моря то есть я снилась вот это во сне она нарисовала это все и вот уже наяву приплыла все тут так о коле какие-то вбиты ну вот нельзя вот этот как-то и переключить вот можно переключить как-то прекрасный райский остров окруженный смертоносными рифами и защит защищенный кольями чтобы никто не мог высадить на нем почему то есть я тут управляю только камерой получается больше что-то не так с этим местом больше ничего я тут не делаю но игра приключение головоломка то есть поиски какие-то разгадки посмотрим час ну и так ладно гарри посмотрим смогу ли я найти здесь твои следы я знаю что это просто резонанс но мне нравится прикладывать к уху вас прикладывать и слушать шум моря так ну ладно так сейчас мы попробуем сделать параметры аудио и вот звуки попробуем сделать погромче потому что ну реально вот этот море шумит птички поют так прикольно так вот ну ну да грустно если она так будет медленно блин палатка кто-то недавно был на острове матюра на его а полинезийской каное прекрасная работа так есть что нибудь какие нибудь это по-французски я поняла только два слова и или и морд остров и смерть так икс прочесть да как ты прочтешь то икс прочесть другой стороны ничего нет так должно быть это предостережение вот это вот возьми если это мачете совершенно изношена лезвие затупилась ну хоть бы его нажмите рт или левый стик чтобы ускорить вот блин вот блин хотя бы так так ну что мы понимаем теперь что мы знаем то что значки похоже изображают море я запишу их своем дневнике это может пригодиться так ну показали дневник нам в углу видимо вот это то что запись так все что ли тут большему тут мнение никуда нельзя нет никуда она не идет тут ну вроде как пободрее зашагал но все равно не не вот тебя но пободрее так а тут вот что но тут видим мы не пройдем в любом случае тут вот эти вот коли похоже они открываются другой стороны ну короче аборигены съели супругу твоего походу эти деревянные фигурки называют у ну похоже на рассказ о чем-то у ну у ну ну да так конечно может они выглядят безобидно но кто-то явно не хочет чтобы чужаки попали судя потому что я читал полинезийцам и они нужны двери так зачем же строить такую такую дверь зачем да фиг знает так что-то получилось так мешочек подняли чего-то явно не хватает так ну как бы тут чего-то тут явно не хватает это это чего-то короче надо найти нора нора что тут мне хотят дать вот этот ключик ящик к в это те же инициалы что и на ключе но это понятно он подошел тот кто прислал мне был здесь смотрим видим это для в плитке в плитке вот эта вот штука так штука плитки уже напоминает игру в аха ну да как и есть инструмент для резьбы ну так возьми это что что и ничего не не берет так какой-то венок красиво ношение из цветов подношение блин ну так реально конечно прорисовка такая еще вот в 4к блин но сказка читал я и в store магазине отзывы блин ну столько положительных отзывов слушайте это прям меня как бы удивило прям много положительных так но это мы идем обратно но нам нужно найти вот это ну в плитке я так понимаю в какой плитке может должна как-то подсвечиваться или это надо подойти к ней не знаю что что то я пока не врублюсь так но это опустилась а если мне вот эту но нету как я ее возьму чего-то тут явно не хватает а вот она эта плитка вот венок валяется елки-палки вот этот тотем но ты посмотри повнимательней шо что и и вот она лежит вот она отодвигается смотри-ка что-то вот вращать подобрать так оп конструкция получилась первый раз в жизни нарушая границы частной собственности мое детство нью-бире порта и был тихим и законопослушным так это же гарри гарри ты был здесь ты был здесь я тебя нашла но где же ты сейчас где все куда вы отправились где все где все читаю так это что судно ли груз 6 человек рубка оборудование несколько ящиков с оборудованием оружие взрывчатые вещества припасы на три недели так воспроизвести леди шан знакомое название надо посмотреть дневнике но это судно ну или корабль на чем они там плыли x прочесть так давай попробуем повернуть хотя я не думаю что тут а-а-а порт-де-папетта это вот откуда он со от из сан-франциско я так понял уже приплыл вот сюда так ну я думаю на этом мы начало закончим во какие-то трупы висят и слушайте у механический мост тоже не соответствует полинезийским традициям ну это же это же явно люди дай за ноги ха люто ладно на этом давайте остановимся пишите в комментариях что думаете о игре есть желание посмотреть дальше слушайте но она реально красивые так можно проходить посмотреть тут конечно нет такого вот экшена будем так говорить там какого-то движника движника им просто такая прогулочка приключенческая загадками пишите ставьте лайк подпишет подписывайтесь на канал колокольчик ну комментарии что понравилось что не понравилось хотите ли дальше посмотреть если да будем проходить смотреть всем спасибо пока 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 Продолжение следует...